Доброго времени суток, мои приятные молодые люди, с вами как всегда Эльдар, я слезно у вас прошу прощения, больше недели не было роликов, но это все потому, что я ездил на Gamescom в Германию, побывал в Амстердаме, наснимал там контента, скоро он выйдет на канале. Я буквально вчера приехал и просто офигел. Я попросил на последнем ролике собрать 70 тысяч лайков, и тогда я сниму продолжение истории про самолеты. Там собралось больше 130 тысяч. Это мне что, теперь две рассказывать придется. Я сдерживаю свое обещание и записываю следующую часть. Но на что эти дети себе позволяют, тоже собралось 100 тысяч лайков. К сожалению, снимать, что эти дети себе позволяют, чуть-чуть сложнее, чем просто рассказывать истории на камеру. Мне нужно потратить где-то два дня на отбор самых сочных и классных роликов, немножко прописать сценарий и потом только записывать сам ролик. Поэтому, пожалуйста, чуть-чуть подождите, а пока что послушайте прекрасные, интересные истории. Ну а прежде реклама. Естественно, хочу сказать огромное спасибо одному из своих постоянных спонсоров. Это сайт Все Майки. Здесь можно найти много видов одежды на любую погоду, на любое состояние души для парней, для девушек, даже для детей. Эй, все майки, когда комбинезоны для собак будут. Для спорта и шорта и дышащие футболки для занятий йогой и танцами есть топы и леггинсы. Для вечеринки девушкам можно подобрать платье, а для парней лонгслив к джинсам. И, кстати, у ребят на сайте появились рюкзаки, как раз скоро в школу, в университет, да куда угодно. Рюкзаки никогда не помешают. Ну, естественно, я не мог рассказать о самом главном. Это принты. Огромное количество тематик, рок, футбол, сериалы и так далее. Принты под разные праздники и поводы, например, девичник или мальчишник. Ребят, в общем, я, естественно, советую вам зайти на сайт Все Майки.ру и прикупить себе несколько вещичек. Вот тут вот прохладно немножко снимать, поэтому я одел свой любимый бомбер Изи от сайта Все Майки. Ссылочка, естественно, в описании и, как всегда, по промокоду ТОПБЭТ10, скидка в 10%. Покупаем и наслаждаемся. А теперь к видео. На самом деле, эта история произошла не только со мной, а еще и с большим количеством людей, которые летали в этот день. Господи, я прямо Ксимирон. День людей. Ха, такой себе Ксимирон. В конце июня, в начале июля я побывал в Новосибирске. Никаких проблем с перелетом туда у меня, естественно, не возникло. Я в Минск сел в аэропорт, в самолет, прилетел в Москву, там пересел и полетел спокойно в Новосибирск. Насколько вы помните, в Новосибирске я читал лекцию студентам, провел сходку с подписчиками. В общем, отлично провел время. И, естественно, настал тот момент, когда мне пришлось улетать в Минск. И первые проблемы меня начали подстерегать в аэропорту Новосибирска. Смотрю на табло, вылет у меня в 5 часов вечера, насколько я помню. И думаю, ну все, отлично, слушаю музычку, никого не трогаю. Пришло время вылета и смотрю на стойку, возле которой обычно толпятся люди, когда садятся на самолет. Их там было 3 человека. Кто-то подходил, что-то спрашивал и уходил. Я смотрю на табло, перелет перенесли вперед на полчаса. Я подумал, у меня в 9 часов самолет из Москвы в Минск. Господи, полчаса туда, полчаса обратно. Ну, немножко в Москве потороплюсь и, собственно, успею спокойно себе на самолет. Прошло полчаса, люди подходят к стойке, что-то спрашивают и уходят. Я смотрю на табло, рейс перенесли еще на час вперед. И тут я немножко запереживал. Я вам немножко спойлерну. Вот мой билет из Москвы в Минск. Как вы видите, он не порван. 21.05 начинается посадка из Домодедова в Минск. Лететь из Новосибирска в Москву, насколько я помню, 4,5 часа или 5 часов. В общем, какой-то большой промежуток времени. И я посчитал и понял, что я уже, скорее всего, на самолет не успею. Я впервые с таким столкнулся. Я еще не знал, что будет дальше на самом деле, но был почему-то абсолютно уверен, что если я опаздываю на самолет, то меня пересадят на новый ближайший самолет. А ты не прихуел ли? Ну да, так-то прихуел. Сделаю небольшое отступление и скажу, что в Москве тогда был просто ужасный ливень, ужасная погода. И большинство авиакомпаний отменяло свои рейсы. Это было 30-е, 31-е число. Но 1 июля в Новосибирске было чистое небо, как и в Москве. Я не знаю, возможно, где-то на этом промежутке был какой-то циклон, и поэтому задержали самолет. В общем, мы загрузились в самолет где-то в 7 вечера. Я прилетел в 11. Естественно, мой самолет давным-давно улетел. Я прилетаю и спрашиваю, скажите, пожалуйста, шо мне делать? Это вот я прям сошел с трапа, и там сразу на входе стояла кабинка С-7, и я спросил, говорю, ну че, че, че делать-то, тетя? И она мне говорит, выходи из аэропорта, иди там к стойкам 112-114, и они тебе все расскажут. Я подхожу к этой стойке, и сейчас не буду вот врать, там где-то было человек 150-200. Три стойки, 200 человек. Я смотрю, там мать с детьми ругается с этим персоналом, кто-то там в обмороке падает, кто-то пьет воду, кто что только делает, очередь вообще не двигается. Три человека на стойке С-7, которые вообще не понимают, что происходит. Я, естественно, попытался выяснить ситуацию, захотел подойти к стойке и спросить, что происходит, но мне физически не дали этого сделать люди, потому что все хотели сделать то же самое. Представители С-7 просто молчали, лупали глазами, что-то там пытались вбить, кого-то, видимо, пытались заселить в гостиницу, но самое страшное, что над этим количеством людей работало только три сотрудника персонала. Иногда, конечно, к ним подбегали еще два, что-то спрашивали, куда-то убегали, и все. На тот момент я вообще об этом не думал, я просто хотел улететь в Минск, потому что на следующий день у меня были серьезные съемки. Как я узнал потом, С-7 загружало людей, в какую-то гостиницу везли, и на следующий день, только через часов 16 или 18, отправляли в Минск на свободных самолетах. В общем, я, естественно, столько ждать не мог, я из Домодедова поехал в Шереметьево и купил билет, по-моему, за 16 тысяч рублей. 15-402, простите. Это С-7 Airlines, в общем, рейс мой задержали на 2,5 часа, я опоздал на трансфер до Минска, и следующий рейс в Минск в 6 часов вечера. Приходится покупать сейчас себе новые билеты, по 16 тысяч рублей, полечу в Минск. Самое интересное, что я потом посмотрел на сайте С-7, ни о каких задержках вообще речи и не шло из Новосибирска. То есть, по сути, я вообще не понимаю, почему задержали рейс, потому что на тот момент и в Москве, и в Новосибирске погода была отличная. Я написал пост в Инстаграм, где попросил сотрудников дать хоть какой-то комментарий происходящему. Я сначала подумал, может быть, именно до этого они это не увидели, но потом я зашел в отмеченный в Инстаграме у С-7 и увидел, что моей фотографии там нет. Они прочитали и, естественно, сняли отметку. А еще я узнал, что у Руслана Соколовского были некоторые проблемы с С-7 Airlines, и вот что он говорит по этому поводу. С-7 S не пишет на пересадочных билетах вообще ничего, кроме времени отправления. Там нет времени посадки, нет времени окончания регистрации, вообще ничего не сообщается. Я летел из Екатеринбурга в Питер с пересадкой в Москву, и в итоге, когда мой организатор проебался и привел нас за несколько минут до указанного времени на пересадочном билете, на самолет нас уже не пускали. Компания вообще ничего не предложила, кроме покупки другого билета в два раза дороже. Победа, к примеру, информирует о подобных вещах заранее, там, про посадку и все в том духе. В общем, проеб здесь в отсутствие защиты от дурака. Я все это веду к чему? Естественно, бывают природные катаклизмы, никто не хочет умирать и разбиваться на самолетах. Но если вы крупная авиакомпания, которая заботится о своих пассажирах, хотят, чтобы они с комфортом летали со Seven Airlines, почему бы хотя бы 10 человек не поставить на эти стойки? Почему 150 человек толпится? Дети плачут, мамы плачут, мужики орут, летит благой мат и ничего не происходит? Я серьезно, я простоял там 40 минут за ответом, я просто психанул, узнал, когда ближайший рейс, поехал в соседний аэропорт и улетел. Но, естественно, люди, которые хотели полететь дальше по своим делам, они не сделали этого. Если вы авиакомпания, мне кажется, вы должны как-то рассчитывать на будущее, у вас должен быть один, два запасных самолета, на такие случаи. Вы сталкиваетесь с природными катаклизмами, вы знаете, что вы можете отменять рейсы. Деньги мы, естественно, брать будем, возвращать ничего не будем, люди пускай мучаются, плачут и летят по своим делам через 18 часов. Еще раз говорю, если кто-то скажет про погоду, она в тот день была нормальной. То есть через 4 часа я улетел в Минск. Из Москвы в Минск даже капли не упало. Это с первого на второе уже было. Я надеюсь, хотя бы так компания что-то прокомментирует, но на самом деле вряд ли, потому что то, что я видел в аэропорту, это был сущий ад. И верните мне, пожалуйста, мои, сколько там, 15 тысяч, 400 рублей, 2000 рублей за такси. Спасибо. Буквально недавно, сразу же можно сказать, после ролика мрази в самолетах, я летел из Москвы в Минск и столкнулся с максимально бухим пассажиром. В общем, когда я проходил регистрацию, обратил внимание на двух мужиков, которые были просто вдрызг пьяные. Лица интеллектом особо обрамлены не были, поэтому я был уверен, что они летят, скорее всего, второй, может быть, пятый раз, и они подумали, что самолет это поезд, и можно просто там бухать. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Мне без разницы, но мне нет смысла врать в принципе. Я сел на свое место в самолете и смотрю, на меня идет этот бухой мужик. Идет и вообще не понимает, что происходит. Бля... Чтоб вы понимали, встретил я его просто в аэропорту, то есть на регистрации. Непонятно, куда он летел, то есть он мог и в Стамбул лететь, и в Москву лететь без разницы, а летел он в Минск. И самое классное, когда этот дядька сел возле меня. Он сел, и первое, что предложил мне, это Бакарди Блэк. По его внешнему виду, я думал, что он пьет какое-то плодово-ягодное, но, как говорится, я ошибся. Как оказалось, этот мужик работал где-то в Сибири, там нефть качал и ехал домой в Светлогорск. Это такой город в Беларуси есть. Естественно, пока мы летели, этот чувак пытался обсудить со мной все. Политическое состояние Беларуси, почему Путин красавчик, почему я не пью Бакарди Блэк, почему я вообще, в принципе, с ним пить не хочу, и что все вокруг мудаки. Собственно, я реагировал примерно вот так. Так, нужно скутер проапгрейдить, ускоритель приземления, силовое ускорение при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе подходит. И так продолжалось ровно до середины полета, пока стюардессы не начали разносить напитки и, естественно, закуски. Когда девочки подошли к нам и предложили покушать, у моего соседа и стюардессы состоялся вот такой диалог. Блин, а можно я тебя пусылаю? Нет. Тогда двойной бутерброд. К слову, когда я до этого летал и трезвый просил, двойной бутерброд не давали, но когда просят бухой чувак, его дают. Ну, в принципе, их понять можно было, они хотели, чтобы чувак просто отстал, сожрал свои бутерброды, спокойно вышел из самолета и все, и шел во своясе. Но, естественно, на этом все не закончилось. Мы скушали все и стюардессы начали собирать мусор. И когда в очередной раз мимо нашего кресла проходила девочка, мой пьяный сосед ударил ее по мягкому месту. Знаете, я думал, наша стюардесса немного подержаннее, но то, что она сделала, вот просто пять с плюсом. Удар был в одно время хлесткий и жесткий. Ну, то есть она прям так смачно приложилась, что чувак такой оторопел, вообще не понял, что происходит, сел на место и просто молчал до самого конца полета. Люди вокруг сидевшие просто с таким довольным видом, с таким наслаждением просто выдохнули. Было видно по лицам, что они просто благодарили эту стюардессу. Пацан реально не затыкался ни на секунду. Ну, пока ел, естественно, что-то мне рассказывал, он реально вот все свои истории кричал на весь самолет. Ну и плюс постоянный перегар. А знаете, какой конец у этой истории? Я слышал о таких людях, но правда не мог поверить. Мне кажется, этот чувак спокойно мог бы стоять на улице и дрочить на проходящих девушек. Когда приземлился самолет, все стали открывать багажные полки, брать свои сумки и через ряд от нас сидела женщина, ей было лет 50, она встала к нам задом, сняла сумку свою. Чувак быстро схватил свой портфель, взял свою руку, зацунул ей между ног, что-то там вот так сделал и просто побежал вперед. Сказочный долбоеб. Мораль всей истории такова, светлогорские мужики максимально отбитые, а под алкоголем у них в мозгу живет дикая обезьяна. Один раз получив по морде, чувак ничего не понял. Я не знаю, что для таких людей нужно сделать, чтобы они что-то вообще поняли в этой жизни. Ну и напоследок небольшое обращение компании Белави. Я, естественно, летаю Белави, потому что в Беларуси больше ничего нету. И стюардессы постоянно просят при взлете и посадке снимать наушники. Вчера я спросил, почему они просят это сделать. Стюардесса мне объяснила, что во время взлета и посадки это самые опасные маневры. Люди должны слышать, что они будут им говорить. Что стюардессы говорят людям. И у меня возник вопрос, насколько надо быть тупым, чтобы не понять, что с самолетом что-то происходит, допустим, там отваливается крыло, горит что-то, мы падаем, как можно этого не заметить? Каким образом мне это заметить помешают наушники? Мне кто-то в Твиттере отвечал, что это перепад давления, перепонки могут лопнуть. Ребят, я летал уже, наверное, раз в 80 или 90. Я всегда летал в наушниках и ничего до сих пор не лопнуло. И знаете, когда я ожидал услышать ответ от стюардесс, я думал, что там будет тоже какая-то подобная история, мол, это какая-то нагрузка на перепонки или еще что-то. Но нет, вы просто должны слушать, что они говорят во время полета, взлета и посадки. Если во время взлета и посадки что-то будет происходить с самолетом, шанс на то, что все выживут примерно ноль. И от того, что вы что-то скажете, ничего не поменяется. Так дайте же мне возможность умереть хотя бы под звуки своего любимого Егора Крида. В общем, ребят из Белавиа, пожалуйста, хватит просить всех снимать наушники. Кто захочет, снимет, кто захочет, не снимет. Давайте хотя бы выбор. Спасибо. В общем-то, это пока все истории, которые я хотел вам рассказать, связанные с самолетами, с полетами, с авиацией, со стюардессами, а также с мразями в самолетах. Но если мы соберем 70 тысяч лайков, я сниму видео мрази в такси. И уж поверьте, то, что вы услышите там, будет просто взрыв. 70 тысяч лайков снова и новое видео. С вами был, как всегда, Эльдар. Подписывайтесь на мои социальные сети, подписывайтесь на канал и, естественно, ставьте лайк. Еще раз я повторился с лайком. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok